Всем добрый день, меня зовут Валерия. Сегодня между волонтерскими делами я для вас записываю видео, не посвященное ситуации в городе Харькове. И хотя не смотрите на мой внешний вид, у нас сегодня была очень беспокойная ночь, мы фактически не спали из-за прилетов. Но сегодня я для вас снимаю специальное видео, посвященное нашему здоровью. И о том, что последние дни ко мне обращались люди независимо фактически с одним и тем же вопросом. И созрела идея вот такого видео. Фактически это видео посвящено тому, о чем молчат большинство врачей, и какое такое лечение может нас с вами привести не только к преждевременному старению, но и к ранней смерти. Итак, чем мы с вами можем так лечиться, что можем умереть раньше отпущенного нам срока. И это видео будет полезно, во-первых, людям старше 40 лет, во-вторых, людям страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. И прежде всего это видео предназначено тем людям, которые принимают такие аптечные медицинские препараты, как статины. Так вот, если вы принимаете статины, ваши близкие принимают статины, или вам назначают статины врач, но пускают одну очень важную информацию, это видео для вас, пожалуйста, досмотрите его до конца. Итак, статины. Статины – это те препараты, которые нам с вами назначает врач после определенного обследования, и это те препараты, которые предназначены для снижения, как мы с вами говорим, вредного холестерина в крови. Причем не важно, как называется ваш препарат и к какой группе статинов он относится. Чаще всего, кстати, статины нам назначают, когда у нас уже с вами есть определенные заболевания сердечно-сосудистой системы. Например, атеросклероз с отложением холестериновых бляшек в сосудах, и, соответственно, есть и гипертония, и, может быть, прединфаркт, и прединсульт, и так далее, и тому подобное. И очень часто статины назначают при ишемической болезни сердца, например, на фоне того же атеросклероза коронарных сосудов. Ну, в общем-то, еще раз я хочу донести свою мысль, что очень часто статины нам назначают именно, когда у нас с вами есть сердечно-сосудистые заболевания. И в последнее время большинство врачей склоняются к тому, что если у нас с вами выявили повышенный холестерин, или же нам назначат статины на фоне атеросклероза или сердечно-сосудистых заболеваний каких-то других, то статины нам нужно принимать всю оставшуюся жизнь, не просто каким-то курсом, а всю оставшуюся жизнь для того, чтобы контролировать вот этот уровень вредного холестерина в крови. Это первый момент. И второй момент, что очень часто нам статины с вами назначают на фоне диеты, когда ограничивают жирную пищу. Не только вредный холестерин, но именно еще и жирную пищу. Так вот, статины, еще раз повторю, неважно к какой группе они относятся, нарушают процессы выработки нашего родного, называется медицинским языком, эндогенного коэнзима Ку-10. И не только нарушают выработку нашего родного коэнзима Ку-10, но и нарушают процессы всасывания коэнзима Ку-10. А коэнзим Ку-10 это не только витаминоподобное вещество, это жирорастворимое вещество. И если мы с вами коэнзим Ку-10 потребляем с какой-то едой, то нам нужен жир для его всасывания. И вот у нас здесь есть два препятствия для коэнзима Ку-10. Во-первых, прием статинов, да, и второе, то, что мы с вами вынуждены себя ограничивать в приеме жирной пищи. Так вот, что очень многие врачи забывают вам сказать, если назначат статины, что вам обязательно нужно потреблять коэнзим Ку-10. И что теперь такое коэнзим Ку-10? Про это вещество я делаю отдельное видео. У вас сейчас в правом верхнем углу, вот всплывает на него подсказка. Но чаще всего мы с вами говорим про коэнзим Ку-10 как БАТ, который помогает нам сохранить молодость и красоту. И мало кто, если человек, конечно, не страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, эти люди очень часто начинают употреблять коэнзим Ку-10 как вещество, помогающее поддерживать не только сосуды, но и здоровье нашего сердца. То есть, смотрите, теперь еще раз доношу свою мысль. Статины нам часто назначают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Коэнзим Ку-10 – это тот коэнзим, который помогает сохранить здоровье и молодость сердечно-сосудистой системы. И здесь вот есть такое противоречие. И то как бы для здоровья сердечно-сосудистой системы, и то для здоровья сердечно-сосудистой системы. Так вот, коэнзим Ку-10, я просто-напросто напомню, это жизненно важный фактически для нас элемент. И наш организм его вырабатывает сам. Пока мы с вами молоды, организм вырабатывает его достаточное количество. Насколько это важное вещество для нашего организма? Да настолько, что 95% энергии нашего организма вырабатывается с помощью коэнзима Ку-10. Это не только мощный антиоксидант, как его называют. Это фермент для выработки энергии в нашем организме. Дальше не буду вам повторять информацию своего первого видео, но напомню, да, что коэнзим Ку-10 это элемент вездесущий. Он находится в митохондриях каждой нашей клетки. И нам его с вами нужно вырабатывать в день, да, для того, чтобы наш организм был молодым, здоровым и красивым. В среднем 300 миллиграмм. Некоторые ученые сейчас говорят от 300 до 500 миллиграмм. Но давайте вот будем говорить про эти цифры 300 миллиграмм. Так вот, пока мы с вами молоды, наш организм сам вырабатывает достаточное количество коэнзима Ку-10. Но с возрастом его выработка нашим организмом сокращается. И к 40 годам сокращается на 30%. То есть смотрите, теперь в 40 лет ваш организм испытывает дефицит в коэнзиме Ку-10 уже 90-100 миллиграмм. К 60 годам выработка коэнзима Ку-10 сокращается на 50%. То есть ваш организм уже испытывает дефицит в 150 миллиграмм. Но ученые четко установили, когда выработка коэнзима Ку-10 сокращается на 75%, это приводит к гибели клеток. То есть смотрите, может быть одна из причин старения и умирания, угасания организма, это как раз таки то, что снижается выработка и потребление, да, извне нашим организмом коэнзима Ку-10. Вот представьте, где-то к 75 годам мы имеем такие цифры, когда организм уменьшает выработку коэнзима Ку-10 на 75%. И мы, к сожалению, медленно начинаем умирать. А вот и разгадка. Когда нам с вами назначают статины, которые и так уменьшают выработку или всасывание коэнзима Ку-10, мы фактически собственными руками уменьшаем выработку энергии каждой клетки нашего организма. И тем самым мы вызываем не только преждевременное старение, но и раннюю гибель каждой клетки, да и, собственно говоря, нашего организма в целом. И было установлено, что самое большое количество коэнзима Ку-10 находится как раз таки в миокарде, в сердечной мышце, потом в печени и потом в головном мозге. И теперь посмотрите, а ведь может быть гипотетически, в связи с тем, что мы с вами стареем, и у нас появляется, снижается, точнее выработка коэнзима Ку-10, и появляются такие заболевания, как сердечно-сосудистые, начинают у нас барахлить печень, и мы начинаем страдать всякими проблемами, связанными с головным мозгом. Кстати, сейчас ученые пристально изучают тему коэнзима Ку-10 и, например, стаеческое безумие, или деменция, или всевозможные расстройства памяти. В общем-то, коэнзим Ку-10 влияет на очень многие процессы. Но теперь возвращаемся к нашим статинам. Итак, уже точно установлено, что статины не только снижают выработку нашего родного коэнзима Ку-10, но и препятствуют всасыванию коэнзима Ку-10. Поэтому, если вам назначают препараты статинов, вы должны не только учитывать дефицит возрастной, например, вам назначают, да, вам 60 лет, вот скажем так. Вы уже можете знать такие цифры, что вам уже в вашем возрасте не хватает коэнзима Ку-10 150 мг в день. С продуктами питания дополнить вот свой рацион коэнзимом Ку-10 фактически нереально. Поэтому уже очень многие специалисты советуют начинать после 40 лет принимать коэнзим Ку-10 на постоянной основе. Ну, например, 40 лет по 100 мг, в 50 лет где-то 120 мг, да, и начиная с 60 лет по 150 мг. То есть нам обычно статины назначают, да, на постоянной основе до конца дней своих, да, а то, что нам коэнзим Ку-10 нужно каждый день, да, до конца своей жизни употреблять, об этом очень многие специалисты забывают сказать. И тем более, очень многие врачи забывают сказать, что когда вам назначают статины, вам обязательно нужно употреблять коэнзим Ку-10. Но, еще раз повторю, да, не только вот в этой дозировке дефицит, да, и уменьшить дефицит, который вы уже испытываете, а при приеме статинов дозировку коэнзима Ку-10 нужно обязательно увеличить. И, допустим, возвращаемся, да, в 60 лет ваш организм и так испытывает дефицит коэнзиме Ку-10 150 мг ежедневно, но вы начинаете употреблять статины, соответственно, дозировку коэнзима Ку-10 вам нужно увеличить. Ну, желательно, чтобы вам уже рассчитал врач, но не меньше 200 мг в сутки будет это точно. То есть, первый момент, статины с коэнзимом Ку-10 в приличной дозировке. И второй момент, нужно выбрать правильный коэнзим Ку-10, еще раз повторю, с продуктами питания полностью перекрыть весь дефицит вы не сможете. Поэтому придется обратить свой взор к БАДам, к хорошим БАДам. И аптечные обычно препараты, которые стоят баснословный денег, иногда дороже, чем БАДы, они содержат в среднем дозировку 30-50, но можно, в принципе, найти 100 мг. Это будет ни о чем. Поэтому обращайте внимание, либо увеличивайте дозировку аптечных препаратов, либо обращайте на БАДы. Но здесь тоже нужно учитывать, что коэнзим Ку-10 снова-таки жирорастворимое вещество, поэтому нужно покупать БАДы, в которых коэнзим Ку-10 замешан на жире, например, на льняном масле или на рыбьем жире, бывают и такие, или же брать коэнзим Ку-10 с усилителями всасывания, например, с таким активным ингредиентом, как биопирин. И желательно, более того, не только использовать какую-то жировую основу, но и биопирин, это будет еще лучше. То есть, например, вы покупаете БАД какой-то, в котором находится 100 мг коэнзим Ку-10, вы спокойны, что вам полностью всосется это количество. На самом деле, если вы покупаете обыкновенный аптечный препарат и употребляете его так, да, будьте готовы к тому, что половина просто-напросто выйдет из организма вместе с, извините, с калом, да, за такие подробности. Так вот, не только нужно повышать дозировку, но еще нужно подбирать такой БАД, который обладает повышенным усвоением коэнзима Ку-10. Ну и если вам все-таки назначили какой-то аптечный препарат, вы видите, что там нет ни усилителя никакого, да, ни какой-то жировой основы, в таком случае вы употребляете коэнзим Ку-10 в первую половину дня, либо во время завтрака, либо во время обеда, потому что вечером не рекомендуется, он придает силу, это первый момент. И второй момент, вам желательно кушать коэнзим Ку-10 с какой-то все-таки жирной пищей, несмотря на соблюдение какой-то диеты. Например, оптимальный вариант, когда вы кушаете коэнзим Ку-10, вместе, например, с салатом, заправленным оливковым маслом, льняным маслом или растительным маслом. Растительное масло даже при ограничении жиров каких-то при диете все равно вам могут рекомендовать. Так что вот такие вот для вас рекомендации. Простите за относительно долгое видео, за то, что я вам попыталась объяснить, но вам хотела донести всю информацию, которая есть на данный момент. Еще раз, если вам за 40 лет, вам коэнзим Ку-10, вы уже испытываете его дефицит, и если вы хотите сохранить молодость, красоту и здоровье, в том числе сердечно-сосудистой системы, нужно уже восполнять этот дефицит, причем на постоянной основе. И тем более вам нужно употреблять коэнзим Ку-10, если вы принимаете статины. В таком случае вам нужно не только учитывать, что организм может испытывать дефицит, но и это количество коэнзима Ку-10 увеличивать, при этом выбирать такие БАДы, которые обладают повышенным усвоением коэнзима Ку-10, чтобы он у вас не работал в холостую. Ну и желательно употреблять коэнзим Ку-10 вместе с какой-то жирной пищей. Вот тогда все будет хорошо, и тогда никакое лечение статинами никак не повлияет на продолжительность вашей жизни. Берите себя на вооружение и будьте здоровы!